Привет! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале, видео на котором посвящены моему хобби – вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, путем подачи информации, которую я считаю интересной. Сегодня в программе. Согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке. Итогом за прошедший период с 7 августа по 14. А также сегодня я расскажу вам о своих рукодельных покупках. А во второй части видео состоится очередное заседание нашего светского клуба. И посвящено оно будет, как всегда, далекому прошлому. Сегодня, друзья, мы попробуем прикоснуться к вопросу, какой была любовь наших предков. Раньше жизненные этапы человека были очень четко обозначены. Достигая определенного возраста, его статус и роль в обществе должны были измениться. В любовных делах тоже были определенные нормы, которые диктовало общество. А пока, друзья, вернемся к первому пункту нашей программы – к вышивке. Коротко напомню, я вышиваю картину великого итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги. Перед вами маленькая копия картины. Вот так должна будет выглядеть моя работа в итоге. Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель белый кролик». Размер схемы 576 на 420 стежку. 200 цветов используются в работе, 102 из них – бленда. Я вышиваю крестиком два сложения нити на аэде 18 каунта. И пока картинка, друзья, перед нами, я хочу обозначить область, над которой я сейчас, как уже говорила, священно действую. Итак, друзья, где моя линейка? Вот она. Вышивка продлилась у нас с вами уже чуть ниже колен розочки. Ну, как, наверное, уже наверняка все выучили наизусть. Картину я разделила на три части по вертикали. Закончила вышивать первую часть, которая называется «Джузеппе», и священно действую над второй, которая называется «Розочка». И вот мы с вами уже в этой, можно сказать, чуть ниже, чем половина второй части работы. Да, как я сказала, ниже колен розочки. Ну, давайте теперь, друзья, перейдем уже непосредственно к вышивке. Итак, друзья, мы с вами перешли непосредственно уже к вышивке, да? Но вначале я выведу на экран фото с результатом работы на начало нынешнего отчетного периода. Вот так выглядела картина на 7 августа. А вот так картина выглядит сейчас, на 14 августа. Для любителей цифр озвучу проценты и количество вышитых крестиков. Итак, друзья, мною вышито уже 61,3% работы. В крестиках это составляет 148 335. И за прошедшую неделю мне удалось вышить 5618 крестиков. И осталось всего 93 585. Итак, друзья, перед нами розочка, центральный, прекрасный персонаж картины. Да, все силы и нитки в основном были брошены, как вы видите, на убранство розочки. Этот вишневый корсет или не корсет, определимся позже с вами, цвета бордо, так и продолжал вышиваться всеми оттенками, близко и отдаленно напоминающими данный цвет. И, как вы видите, стала удлиняться юбка, потрясающая своим переходом цвета. От нежно-нежной синевы, бледной, до глубокого кобальтового. Увеличился и значительный участок темно-коричневого цвета. Как мы видим, теневая часть юбки, складок нашей розочки, да. И, друзья, хочется немного упомянуть мне об особенностях народного костюма Италии, об основных составляющих как женского, так и мужского, потому что у нас с вами вышит мужчина Джузеппе, итальянского национального костюма. Ведь при больших различиях на севере-юге страны главные элементы нарядов остаются одинаковыми. Женский костюм. Главные элементы традиционного женского народного костюма. Рубаха туникообразного покроя, комичия, большей частью с широкими рукавами, присборенными на плечах и у запястья, нередко с вышивкой. Длинная широкая юбка гонна в сборку, складку или плясце самых разнообразных цветов. Корсаж. Известный в Италии под различными названиями, друзья. Корсетто, Корпетто, Бусто, Бустину и другие. Длина этого корсета обычно до талии, но бывает чуть выше или ниже ее. Корсет плотно облегает фигуру. Бывает с плечами или с лямками. Корсаж, выкроенный с плечами, может быть как с рукавами, так и без них. Часто рукава не пришиты к основе корсажа, а привязываются к нему лентами или тесемками. Спереди или сзади корсаж зашнуровывается. В нашем случае, друзья, вернее, в случае Розочкином, корсаж зашнуровывается спереди. Мы видим здесь перекресток шнуровочки или ленточек. Неотъемлемая часть женского народного костюма передний, грэмбиули. Вот он, друзья. Чаще всего он длинный, закрывающий вперед юбки и обычно ярких расцветок. Точно описание одеяния нашей Розочки. Головной платок, вот он, слегка яркий выглядывает из-под кудри нашей Розы. Вот, видите, яркий таки, красный. Но камера, к сожалению, цвета немножко тушит. Не такие они яркие, как на самом деле. Но я вам прокомментирую. Так вот, головной платок, который принято называть фациолетто, он бывает разного цвета, размера и способа ношения в различных регионах страны. В деревнях мужчины и женщины также носили шейные платки. Вот сейчас хочу продемонстрировать. Джузеппе на выход. Так. Ну, друзья, так как он у нас смотался, как я вам говорила в прошлом видео, то продемонстрировать его шейный платок у меня есть возможность на картинке. Я не знаю, улавливаете вы или нет, но он есть над клавишами гармонии. Он красный, красный. Есть, есть. Так вот, друзья, Кроме платка женщины носили белые накрахмаленные чипцы, маленькие кокошники, огромные белые или очень яркие накидки покрывала на каркасе из медной проволоки, также различающиеся по областям. А теперь, друзья, мужской костюм, чтобы Джузеппе на нас не обижался, что мы обошли его вниманием. Но здесь я положу перед вами картинку, и мы будем его рассматривать. Традиционный мужской костюм составляют короткие штаны и панталоны, чаще всего стянутые ниже колен, цветным шнурком, но иногда и с застежкой на пуговицах. Я полагаю, друзья, что панталоны нашего Джузеппе пристегиваются где-то сзади на элегантную пуговицу. Белая, нередко вышитая рубашка со вшивным рукавом. Вот он, выглядывает белая рубашечка. Да, шейный плато красный. И вот рукава вшивные. Короткая куртка Джака и безрукавка Панчото. Так. Ну, вы знаете, когда я вышивала, здесь что-то мне Панчото безрукавку напоминало. Ну и, конечно, ярко выраженной, мы хорошо это видим, короткую куртку Джаку. Наиболее характерные мужские головные уборы. Шляпа. Фасоны, конечно, различались по областям. Коппола. Традиционная мужская сицилийская кепка. Обычно изготовленная из твида. Вот что-то мне напоминает Копполу. Вот у него из твида. Мешкообразный берет, который до сих пор носят крестьяне большинства южных областей и островов. Фригийский колпак. Мягкий, закругленный колпак красного цвета, со свисающим вперед верхом. Ну, это явно не про нашего Джузеппе. Надо отметить, что мужской народный костюм сохранился лишь в очень немногих местах. Главным образом в пастушеских районах. Ну, теперь давайте перейдем плавно к следующему персонажу. Мы видим, что уже оформилась рука Анны. Вот хорошо уже доработана до конца ее ладонь, пальчики, складочки. Как все аккуратно проработано. Края просто потрясающие. Все четко просматривается. И нескончаемая нить теперь уже нам ярко выражена, видно хорошо. Вот она просматривается. Да, проработка я, друзья, вам еще раз хочу сказать, что замечательно. Контур. Все хорошо вычищено, ничего не распадается, не расплываются. Руки, предметы, предметы быта, мебель. Все хорошо. У розочки пальчики. Каждый пальчик отдельно виден. На лице носик, складочки. То, что здесь вы, допустим, можете наблюдать какие-то зеленовато-синюшные пятнышки и крестики, то это все маркер, которым я разлинеиваю канву, чтобы как-то ускорить и облегчить себе задачу. Поэтому все это отойдет. На самом деле личико совершенно чистое, переходы плавные, естественные, кожа очень нежная, без всяких пятен, краплений, как я говорю. Мы видим, где сгибается плавно кисть, затемнение хорошо мы видны. Здесь локтевой суставчик тоже хорошо немножко затемнен. Все хорошо, все, вот мы смотрим, да, контуры везде, все замечательно. Но вот центральная часть объектов, ну вот юбка, допустим, да, хорошо, юбка отделена от фартука, фартук от стула, от комода, да, но из чего состоит этот фартук? Это юбка и все это, понятно, это, ну, невообразимое многоцветие, одиночки, двушки, трешки, семешки. Ну, с ума сойти, конечно, хотелось бы, да, хотелось бы попроще, поспокойней, но возможно, что для достижения вот такого вот эффекта натуральности и объема именно такой сложной должна быть схема. Не знаю, друзья, я никогда схемы не разрабатывала, я не дизайнер, как я вам уже говорила, я не знаю, насколько хорошо и четко вычищена и проработана схема. Результат мне нравится, но вышивать, да, сложно. Напомню, что уровень сложности пятый из пяти. Ну, вот, друзья, это все, что хотелось сказать, касаемо продвижения моей работы. А теперь давайте перейдем к покупкам. Сразу хочу представить вам схему будущей многоцветной работы. Вот так должна будет выглядеть готовая работа. Это картина, друзья, как многие, наверное, из вас уже догадались, великого итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги, да. Но схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Да, я вышила уже две работы по схемам данной фирмы. Результат потрясающий. Поэтому я смело приступлю к воплощению в жизнь моей рукодельной мечты. вышивать планирую по электронной программе Pattern Keeper. Да, я с ней уже познакомилась. Она читает файлы формата PDF, она несложная. Меня устраивает. Основное что в электронных программах для вышивки для меня это подсветка нужных значков, чтобы не уходило много времени на их поиск, потому что я вышиваю по цветам. Да, не парковкой. Как-то мне даже не пробовала, не получалось. Вышивать я планирую тоже крестиком два сложения нити, на конве Аиди. Возможно 20 каунта. Посмотрим, померяем. Что еще хочется сказать. Схему я заказывала не как обычно ни на сайте Golden Кайт. В этот раз что-то не получилось, не задалось. Поэтому успешно заказала на сайте вышивалочка. Как я понимаю, это представительство Golden Кайт в Украине. Любую схему там можно заказать. Все делается быстро и весело. Заплатил тут же схема. Все замечательно. Уже у меня даже схема находится в паттерн кипере. Правда, единственное, что закодированы схемы. И прежде чем стала открываться схема в программе, нужно было ввести код. И все. И порядок. Вышивай. Ну что, вот так, друзья, получилось, как вы видите, что художник один, Евгений Эдуард Дзампиги, разработчики схем разные. Будет возможность, друзья, сравнить и конечный результат, и саму разработку схем. Буду делиться с вами впечатлениями, когда буду вышивать Golden Кайт. Кстати, это тоже схемы сложные. Я не знаю, как сейчас говорят, что схемы, которые начинаются, номер начинается с троечки, немного получше, лучше проработаны, полегче. Ну, посмотрим, посмотрим, как и что. Конечно, смотрится тускловато. Я вижу и распечатка плохого качества. На самом деле выглядит, должна выглядеть работа ярко, четко и интересно, да. Да, друзья, мне, как и дзампиги, пришлись по душе эти сияющие счастьем и дарящие свою теплоту души герои. Что у любимой мелодии? Сейчас я ее положу рядом, чтобы вы видели, о чем речь. Да, вот нынешнюю работу, которую я вышиваю, любимая мелодия и будущая работа, ее первый урок. Все это картины художника Евгению Эдуарду Дзампиги. И вот каждая его картина – это невероятный заряд положительных эмоций. Оторваться от созерцания изображенных на его картинах душевных, нежных отношений между членами семьи, соседями невозможно. смотришь и ждешь, что сейчас персонажи начнут оживать, двигаться, послышаться прерывистое дыхание розочки после пляски, шепот заботливой бабушки, дающей первый волнующий урок своей внучке, а то зазвучит гармонь Джузеппе или тихо застучит веретено Анны. Да, кстати, есть еще один вариант картины, ее первый урок, более развернутый, что ли, я бы так сказала. Вот сейчас я выведу его на экран, и он окажется перед вами. На картине три поколения прекрасных женщин, с какой гордостью смотрит мать на свою старательную дочь. Одним словом, друзья, потрясающий сюжет. Обожаю все творения этого художника. Постараюсь вывести на экран несколько его работ. И напомню, итальянский художник Евгению Эдуарду Дзампиги родился в октябре 1859 года. Живописью увлекся в раннем детстве, в отрасе 13 лет поступил в Академию дизайна. В начале 1884 года Евгению перебрался во Флоренцию, где начал писать жанровые картины о жизни простых итальянцев. Главными героями его картин стали хорошие знакомые и друзья, а потом и просто прохожие на улицах. Художник старался показать красоту повседневной жизни с некоторой долей иронии ярко и весело, с большим желанием поделиться радостью. Неудивительно, что очень скоро у творчества Евгению Эдуарду Дзампиги появилось большое количество поклонников, в том числе и я, а в последующем и последователей. умер художник в 1944 году в городе Маранелло, а его картины сегодня можно увидеть в самых известных музеях мира. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей моей покупке. Так, друзья, следующая покупка называется «Золото в серебре» от фирмы «Абрис Арт». Да, друзья, набор для вышивки бисером. Да, вот, как увидела его роскошный хвост. Вы посмотрите, какое очарование. Всё, потеряла покой. Мне хочется, страшно хочется этого павлина. и я надеюсь, что у меня получится такая же красота. Вот такой павлин. Размер 30 на 38 сантиметров. 15 цветов бисера, а также декоративные элементы в виде бусин, которые будут пришиваться от на головушке нашего павлина. Вот так. Хотите, давайте быстренько заглянем вовнутрь, что у нас там есть. Ну, а есть у нас так шуршащий пакетик. Почему-то как-то все обращают на это внимание. Я не знаю. я сказала, потому что обычно все предупреждают. Я не знаю, может у кого-то повышенная нервозность. Ну, и такое бывает. Ну, тогда предупредить, я думаю, будет не лишним. Но еще я не ознакомилась с работой. Не знаю. Здесь какие-то инструкции. Создадим шедевр вместе. Все как что. Вот такой на ощупь, как я понимаю, это холст. не знаю, не пробовала никогда на нем вышивать. Вот размечены места, куда должен пришиваться бисер. Вот непосредственно сам бисер. Боже, какая красота! Золотой, хрустальный, прозрачный, матовый, блестящий. А вот какой-то как разлитый бензин на темно-кофейном цвете бисера. И меленький совсем. Вот обратите внимание, есть покрупней и такого же цвета. Мелкий-мелкий. Ну, одним словом, мне уже не терпится, можно сказать. я не знаю, я одна процессница, я не могу оторваться от любимой мелодии. И очень хочется павлина, и я прям не знаю. Ну, и, конечно, инструкция, с которой необходимо будет подробно ознакомиться. Все, ниточки для пришивания бисера есть, иголочки, есть. В наборе я их не вижу, но не беда. А также я приобрела коврик, чтобы бисер раскладывать, чтобы он не убегал от меня. Вот такой липкий. Лучше так видно будет, чем над столом просто. Вот так положу, возьму коробочку, крышечку от обувной коробочки, туда положу запасы бисера, вот этот коврик и буду вышивать. Да, еще маркеры водорастворимые, вот такие. И еще приобрела вот такую иглу для затягивания, для заправки хвостика в нити, которые выбиваются на лицевую часть работы. я уже пробовала затаскивать эти хвостики наизнанку этой нитью. Удобно, моментально, хорошо. Единственное, что остается как бы отверстие, пусть ли оно такое крупненькое, я вышиваю углой 28-го каунта, номера, господи, вот, а это пошире будет. Ну, ничего, затем эту дырочку, оставленную этой иглой, совершенно не видно. После стирки, глажки, готовой работы, я думаю, совершенно проблем таких не будет. Ну, я надеюсь. Ой, одним словом, я ею пользуюсь, пока нравится. Ну, вот так, друзья. И еще, друзья, я приобрела вот такая картина, которая называется на сеновале. Тоже она вышивается бисером. Это нанесенный рисунок, но это не холст. Я не пойму, что это, я небольшой знаток. Единственное, что края аккуратно обработаны. Изнанка флизелином проклеена, чтобы не стягивать ниточкой с бисеринками ткань. Вот такая должна получиться красота. Да. Вот. И, глядя на такую красоту, друзья, хочу напомнить вам о замечательном художнике, ее написавшем. Итак, художник картины Трутовский Константин Александрович. Русский живописец, жанрист. Родился в 1826 году в городе Курск. Первоначальное образование получил в одном из частных учебных заведений Харькова. В 1839 году в возрасте 13 лет был определен в Николаевское инженерное училище в Санкт-Петербурге и еще в быт на свою там выказал большую любовь и способность к искусству. Окончив в 1845 году курс этого заведения и его офицерских классов, был оставлен при нем в качестве репетитора и стал как вольнослушатель усердно посещать классы Императорской Академии Художеств. Считался в ней учеником профессора Бруни и готовился стать историческим живописцем, хотя чувствовал в себе предпочтительное влечение к жанровой живописи. В 1849 году Трутовский уехал в родительское имение, где украинский природой народный быт произвели на него столь сильное впечатление, что стали главным источником, из которого он с этого времени главным образом черпал содержание для своих произведений. Вскоре Константин Александрович вышел в отставку и поселился в деревне, лишь иногда являясь в Москву и Санкт-Петербург с рисунками и картинами. В 1861 году за картину «Хоровод в Курской губернии» Академия возвела его в звание академика. С 1871 по 1881 год Константин Александрович служил инспектором Московского училища живописи, вояния и зодчества, а затем снова жил и трудился в своем имении. Трутовский отличался чрезвычайной плодовитостью. Картина, акварели и карандашных рисунков исполнено им несметное количество. Кроме сцен украинской простонародной жизни он изображал типы и нравы мелких помещиков, выказывая в этих изображениях свою тонкую наблюдательность, остроумие и нередко поэтическое чувство. К сожалению, недостаточность полученной им художественной подготовки и привычка особенно в последнее время работать спешно, не справляясь с натурой, во многих случаях уменьшают достоинства его хорошо задуманных и ловко исполненных произведений. Трутовский также известен как оригинальный иллюстратор произведений Лермонтова Гоголя Крылова. Трутовский Константин Александрович скончался в 1893 году в селе Яковлевка Обаянского уезда Курской губернии. Вот так, друзья. Ну что, теперь подошла часть вторая видео, а с ней наше очередное путешествие в историю. Какой была любовь наших предков? Раньше жизненные этапы человека были очень четко обозначены. Достигая определенного возраста, его статус и роль в обществе должны были измениться. В любовных делах тоже были определенные нормы, которые диктовало общество. В очерныцы. Период, когда наши предки начинали интересоваться противоположным полом с перспективой женитьбы, начинался приблизительно в возрасте 14-15 лет. Зимой молодежь собиралась на посиделки или, как еще называли, вечерныцы. Летом же хлопцы и девчата проводили время вместе на окраине села. Такие встречи называли улицей. Формальной причиной, по которой собирались на вечерныце, был труд девушек, пряжа или вышивание. На деле же это были встречи, на которых молодежь знакомилась и искала себе пару для отношений серьезных и не очень. девушки должны были занять позицию, которая не предусматривала прямых проявлений симпатии. Они шли на хитрость и для того, чтобы повысить шансы на удачное замужество, демонстрировали свои хозяйские навыки. Это должно было зарекомендовать их как хороших хозяек. Также демонстрировали мастерство в танцах, пении, шутках. Это должно было показать их веселый и легкий нрав. Собиралась молодежь в доме одинокой женщины или пары, которая не имела детей. Старший человек должен был наблюдать за молодыми и контролировать, чтобы все вечерницы проходили чинно. В качестве оплаты за аренду дома девушки раз в неделю мастерили что-то для хозяйки. Также они заботились об освещении, еде для ужина и общем создании домашнего уюта. Парни в свою очередь также демонстрировали кто на что способен и приносили на вечерницы то, что смастерили собственными руками. Но несомненно их положение было более выгодным нежели у девушек. Они могли ходить на другие вечерницы, которые проводились в селе или вообще посещать их в соседнем, если им разрешали это парни, которые жили в том селе. Это существенно расширяло круг потенциальных будущих невест. Половые же связи были строго запрещены на этих мероприятиях. Существует разная информация насчет того, нарушалось если это правило. Некоторые очевидцы тех времен утверждают, что мало кто придерживался его и часто в черныце заканчивались для девушек беременностью. Отсюда и многочисленные истории про покрыток. Считается, что больше 60% этих молодежных гуляний заканчивались именно беременностью. Если парень не хотел жениться на девушке, то не было почти ни единого фактора, который мог бы повлиять на то, чтобы он изменил свое решение. Такая девушка считалась обесчищенной и больше не могла выйти замуж. Из других рассказов хлопцы и девчата не ложились вместе до свадьбы. Девушки понимали, что это может как минимум испортить им репутацию и даже не оставались на вечернице до рассвета, а шли ночевать домой. Такое сильное расхождение в рассказах может быть связано со многими факторами, начиная с человеческого и географического и заканчивая временным, когда с течением времени менялись отношения к самим традициям и роли женщины в обществе. Ведь по данным, которые собрались в наблюдении рассказов наших прабабушек, даже не все девушки понимали, как именно должен выглядеть близкий контакт. Поэтому не все могли его идентифицировать и воспринимали просто как вид забавы. кстати, в общественном месте парень и девушка могли максимум лишь поздороваться друг с другом. Знакомые и привычные нам любезности как поцелуи и объятия строго осуждались. Также было такое явление, как ярмарки невест, которые проходили в игровой форме. Оно датируется XVIII веком и было присуще селам Емпольщины и Подолье. На Масленицу девушки и парни приходили в корчму, где корчмар как бы продавал девушек парням. Происходило это следующим образом. Так называемый торговец всячески расхваливал свой товар и после длительных торгов продавал девушек парням. Все вырученные деньги с продажи тратились на горилку и гуляния в корчме. После этого девушки считались будто засватами, но в шуточной форме, хотя в будущем много кто из этих пар и в самом деле создавал семьи. Были также определенные стандарты красоты. Красивыми считались чернявые и русые. В противовес беловолосые были далеки от представлений о красоте. А рыжие даже в этнографических записях описывались как нехорошие и некрасивые. А жаль. Это касалось как женщин, так и мужчин. Главными маркерами красоты были черные брови, белая личика, карие глаза, румянец и длинная коса. К тому же молодежь должна была быть не тощей, не полной, ведь жизнь в селе предусматривала постоянные физические нагрузки, которые должны были выполняться как парнями, так и девушками. Подарки. Тяжело представить себе ухаживание без подарков. Примером проявления заинтересованности может служить ритуал дарения девушками крашенок на Пасху. Это была своеобразная отплата парням за угощение на Масленицу. Помните, когда последние в игровой форме покупали девчат? Также вместе с пасхальными яйцами девушки дарили вышитый платочек с инициалами своего избранника. Был еще обычай, когда парни пытались снять кольцо с пальца девушки, которое нравилось. Это был один из традиционных способов ухаживания и прелюдия сватовства. Хлопцы кралы у девушек их украшения кольца, платки, ленточки, но обязательно потом возвращали, добавив новых украшений кольцо, ожерелье или сережки. Если девушка принимала подарок от парня, это служило подтверждением ее симпатии к нему, и он мог просить ее руки. Если нет, подарок возвращали. Также в начале 20 века роскошным подарком считалось туалетное мыло. В те времена обычно для ароматности омывались настоями трав. А вот мыло было тяжело достать. Сватовство Период женихания мог длиться до года. Преимущественно возрастом, когда человек вступал в брак, для девушек был 16-17 лет, а для парней 18-20. Если же до этого возраста человек официально не имел семьи, его осуждали. Он считался неполноценным и не имел возможности в полной мере функционировать как единица общества. Незамужнюю женщину никуда не приглашали. Считалось, что у нее неправильная судьба, которая может оказать плохое влияние на других. А вот замужние женщины имели право принимать участие в некоторых обрядах. Мужчины же допускались к участию в собраниях общин. Почти всегда решающее слово в вопросе выбора молодыми будущей жены и мужа было за родителями. Последняя в свою очередь тоже имели критерии отбора пары для своих детей. При выборе жены родители обращали внимание на здоровье женщины, поскольку тяжелый труд в селе требовал определенной выносливости и закалки. Нездоровая девушка оказывалась за пределами рассмотрения кандидаток. Также особое внимание уделяли состоянию будущей невесты. Бедная девушка в сравнении имела значительно меньше шансов на замужество. После состояния обращали внимание и на то, насколько хорошей хозяйкой является девушка. Об этом могли расспрашивать у соседей или у знакомых. Часто девушки становились заложницами своей красоты, ведь к ним сватались не только молодые парни, а и старые, вдовцы или больные, но с хорошим состоянием. Именно последний фактор был решающим и склонял родителей к принятию положительного решения. Требования, которые выдвигались парням, были почти такими же. Парень должен был быть трудолюбивый, здоровый и не бедный. Для того, чтобы определить, соответствует ли парень этим критериям, устраивали смотрины. Представители со стороны невесты шли к потенциальному жениху домой и оценивали его состояние. Иногда родители парня шли на хитрость и для того, чтобы показаться более состоятельными, одалживали у соседей скот. В случаях, когда валов или коней одолжить не могли, брали хотя бы сбрую и развешивали ее во дворе или на стенах. Мол, скот есть, но сейчас работает в поле. Конечно же, девушки и парни хотели жениться на красивых, но если родители задумали сосватать за богатых, но некрасивых, старых или коллег, то поспорить, конечно же, можно было, но это не приносило никакого результата. Хотя иногда случалось так, что молодая девушка сама выбирала себе в женихе мужчину намного старше за нее, например, вдовца, если тот не был лентяем или пьяницей, ведь она знала, что бедствовать с ним не придется, потому что у него есть и земля, и дом, и огород. Такое пристальное внимание материальному уделялось, потому что молодежь до свадьбы не имела ничего своего и полностью зависела от родителей. Собственное имущество появлялось только после свадьбы. По обычаю родители невесты давали молодым землю, а родители парня скот. Против воли родителей не шли, ведь считали, что те их могут проклясть и брак с любимым, но нежеланным родителями парнем будет несчастливый. Кстати, девушка тоже могла свататься к парню. Это была не очень популярная практика, но зато беспроигрышная. Она приходила в гости к потенциальному жениху и спрашивала у парня и его родителей, возьмет ли он ее в жены, расхваливая его красоту, навыки и преимущества. Не уходила девушка из дома, пока не получала положительного ответа. Отказать ей боялись, ведь считали, что это может навлечь неудачу, а ее семья может проклясть их. Также среди непопулярных практик был отказ парню в сватовстве. В таком случае девушка в знак того, что не согласна принять предложение, давала парню тыкву. Но, конечно же, это происходило при условии, что в этом решении ее поддерживали родители. Парень тоже должен был спрашивать разрешение у своих родителей, прежде, чем свататься к какой-то девушке. Те перед официальным сватанием завуалированно узнавали у родителей девушки, согласны ли они отдать свою девку за их сына, чтобы публично не получить тыкву. Ну, а далее, друзья, все двигалось в направлении свадьбы. Но это уже совсем другой жизненный этап и тема для отдельного выпуска. Как обычно, сказки так и заканчиваются. Ну, что, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал. Мне очень интересно ваше мнение. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока. 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 Субтитры